Рефлекторы. Тип очарования, восторга, эмоций, чувственности. И это, конечно, креативное мышление. Что такое креативное мышление? Это когда вы мыслите вот как-то непонятно как. Вот у вас как-то тут прямо, а тут поперечно, понимаете, тут прямо продольно, а там, понимаете, вдруг вихрем пошло. Значит, ну, у этого есть самые разные описания, да, и самые разные инструкции, как развивать у себя мышление креативное. И это мышление, оно должно быть такое вот безумное. И вот если таких привести в пример, да, вот Сальвадор Дали, вы можете себе представить, Пушкин, вот, например, да? Что это за Пушкин, это сукин сын, понимаете? Вот эта вот лёгкость, вот эта, понимаете, эта вот образность, да, потому что всё в метафорах, ничего не может сказать нормальным языком, понимаете? Всё, нету причины следствия, но есть вот это ощущение восторга, понимаете? Или трагедии. Вот трагедии бывает просто страшно, понимаете? Поехал убиваться на Чёрную речку. Кто просил, понимаете? Зачем он это сделал, понимаете? Солнце русской поэзии закатилось. Почему? Потому что вот оскорблён был в лучших чувствах, понимаете, и не мог снести, вот, и поэтому сейчас всем устроим, да, то, что самое важное быть на первом месте, ну, не в смысле первого места соревновать, да, а в смысле вот, чтобы вот, ну, чтобы ни у кого не было сомнений, понимаете? Что вот это вот, и вот если вы в себе это чувствуете, да, помните, что вам очень важно вот это всё, что вы чувствуете, переживаете, ощущаете, очень важно превратить во что-то конкретное. Почему? Потому что если вы вот так, как бы, этот весь свой креатив, это своё нестандартное мышление, это свою образность, вы способны применить к конкретному делу и помните о том, что оно должно вылиться в конкретный результат, то вам, конечно, просто все дороги открыты, как Пушкину и Дали, понимаете? А вот если всё выплёскивать, вот есть риск вот этого выплёскивания, слишком там варит этот вот огонёчек, так сказать, под нашей, комфорка, комфорка под нашим горшочком. Вот, поэтому берегитесь, это вот своё добро креативное, и всё время направляйте его струёй, вот не брызги, а струей. Вот это такой будет подход у вас. Субтитры создавал DimaTorzok